Всем привет, с вами на связи LoftBlog, меня зовут Андрей Савельев и я представляю свой первый урок в курсе Drupal 7 для начинающих разработчиков. Для начала давайте разберемся с тем, что такое CMS. CMS от английского Content Management System, это система управления содержимым или как сейчас модно говорить управление контентом. По сути, это информационная система или компьютерная программа. Она используется для обеспечения организации совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым сайта. На сегодняшний день существует множество как платных, так и бесплатных CMS. Часть систем являются универсальными и в то же время существуют специфичные CMS, которые заточены на создании блогов, визиток, интернет-магазинов и форумов. Как вы уже догадались, одной из универсальных CMS является Drupal. На этом слайде представлен общий рейтинг самых популярных CMS в 2015 году. Сегодня Drupal уверенно входит в пятерку наиболее популярных бесплатных CMS, наряду с такими титанами, как WordPress и Joomla. На счету платформы громкие победы в сетевых и профессиональных конкурсах. Несмотря на это, CMS Drupal не так популярна в Рунете, как в англоязычном сегменте интернета. Но это и понятно. И я расскажу вам почему. Первое. Большая часть документации для CMS Drupal распространяется исключительно на английском языке. Отсюда можно сделать вывод, что порог вхождения у этой CMS выше, чем у WordPress и Joomla. Второе. На WordPress и Joomla ежедневно делают достаточно большое количество сайтов. И честно сказать, качество таких проектов, которые слеплены на скорую руку, оставляет желать лучшего. Но Drupal же создают более качественные и продуманные проекты. Третье. Многие Drupal разотирают следы движка, и это косвенно отображается на рейтинге. Четвертое. Со временем опытные Drupal разработчики рано или поздно выходят на англоязычный рынок с достойной оплатой труда. Ну что же, уважаемые слушатели, давайте двигаться дальше. Как уже и говорилось ранее, Drupal это система управления контентом с открытым исходным кодом. И в то же время это фреймворк для разработки веб-приложений. Он написан на языке IPHP. Официальный сайт сообщества находится по адресу, который вы видите на экране. В настоящее время актуальной является седьмая версия Drupal, которая после выхода восьмой будет поддерживаться еще как минимум от трех до пяти лет. Восьмую же версию разрабатывают уже более четырех лет. И релиз скорее всего состоится в этом году. Но модули как правило адаптируют примерно в течение года после выпуска новой версии. К слову сказать, релиз семерки состоялся в 2011 году, а шестую версию поддерживают и по сей день. Поддержку шестерки прекратят после выхода восьмой ветки Drupal. Русскоязычное сообщество находится по адресу, который вы видите на экране. По моему мнению, ресурс не совсем отвечает современным требованиям веб-разработки. Но тем не менее, там можно получить ответы на интересующие вас вопросы. Новое русскоязычное сообщество переехало на сайт dru.io. Кстати, все исходники этого сайта выложены на гитхабе. И каждый может поучаствовать в его разработке и влиться в компанию Drupal разработчиков. На Drupal написано много достаточно крупных порталов, таких как официальный сайт Белого дома США, официальный сайт Ubuntu, сайт разработчиков Twitter и многие другие. Перечислять и говорить можно многое. Рекомендую посмотреть остальные сайты, пройдя по ссылке topdrops.org. Или набрав в поисковике запрос сайта на Drupal. Теперь я хочу рассказать вам, почему в свое время выбрал именно Drupal. И начну свой рассказ с основных преимуществ этой CMS. Drupal это помимо всего прочего еще и полноценная CMF, то есть средат для разработки веб-приложений. Вторым преимуществом является его масштабируемость. Для Drupal 7 написано более 10 тысяч модулей. Создано более 600 тем оформления сайтов. Имеется более 200 готовых сборок для быстрого развертывания типовых проектов. Все это позволяет применять движок для различных типов веб-проектов. От блогов и персональных страниц до социальных сетей, корпоративных сайтов и объемных порталов. Третьим преимуществом является продуманная и гибкая архитектура, которая дает возможность расширения существующего функционала интеграции сторонних сервисов. Отлично документированная API и современные кодинг-стандарты позволяют не ограничивать возможности сайта. Четвертое преимущество заключается в том, что Drupal бесплатен. Поэтому вам не нужно ломать голову над выбором, подходящим по финансовым возможностям сборки. Вы всегда можете масштабировать проект в соответствии с задачами вашего бизнеса. Пятое преимущество заключается в колоссальном финансировании разработки Drupal. Крупные корпорации отправляют своих штатных сотрудников на время в команду разработки Drupal, где они пишут ядро, модули, отлавливают различные баги и многое другое. Если же компания не может отправить сотрудника, то помогают деньгами. Шестое преимущество заключается в том, что за Drupal стоит многочисленное сообщество разработчиков. И конечно же Drist Byteart, создатель CMS Drupal. В разработке Drupal участвуют более 95 тысяч человек из разных уголков мира. Количество учетных записей на официальном сайте перевалило за миллион. По всему миру постоянно проходят мероприятия, на которых рассказывают о Drupal и делятся лучшими практиками. И последним преимуществом является то, что в России очень много Drupal-разработчиков, как профессиональных, так и начинающих. Необходимость найти подходящего специалиста для разработки и поддержки сайта на Drupal не станет неразрешимой проблемой. А теперь рассмотрим недостатки этой системы. Первое, как я уже и говорил ранее, это высокий порог вхождения. Он породил миф о том, что Drupal сложен в изучении. Drupal – это чрезвычайно мощная и гибкая система. Это означает, что для ее успешного освоения необходимо применять комплексную стратегию обучения. На практике это значит, что для того, чтобы успешно освоить Drupal и эффективно его использовать в работе, нужно затратить больше времени и усилий на его изучение, чем на любую другую CMS при прочих равных условиях. Чем больше CMS вы успели перепробовать до Drupal, тем проще вам будет разобраться с его внутренней структурой модулей. И в то же время, чем больше вы знаете технологий, связанных с веб-разработкой, тем быстрее получите результат при использовании Drupal. Чем больше ваш суммарный опыт в веб-разработке, тем больше у вас возможности понять причины, по которым ядро Drupal было реализовано так, а самое главное, для чего это было сделано. Второй недостаток заключается в том, что Drupal требует много ресурсов. Конечно же это так, однако что мы подразумеваем по словам много. Не нужно жить в прошлом. Те характеристики железа, которые считались высокими и дорогими, сейчас являются чуть ли не минимальной конфигурацией, и на сегодняшний день практически нет такого сервера или хостинга с поддержкой PHP, MySQL и веб-сервера. В основном используется Apache LNGX, который не справится с Drupal. Третий недостаток заключается в том, что сайты на Drupal с высокой посещаемостью работают медленно. Опыт разработки профессиональных разработчиков показывает, что это не так. Да и сайт Белого дома США явно не одну тысячу пользователей за сутки выдерживает. Ведь в Drupal есть интеграция с такими популярными системами, как Memcash и Varnish, и другими, которые сделают работу сайта намного быстрее. К тому же не стоит забывать о модуле Boost, который дает как минимум двойную оптимизацию загрузки статического сайта. И последнее, в интернете периодически говорят, что есть система попроще и получше Drupal. Приходится читать такие заявления, да вот с аргументами как-то скудно. Главная ошибка этого мифа в том, что идеальных систем, систем в широком понимании этого слова, и здесь говорить нужно не только о веб-разработке, не существует. Drupal же постоянно развивается. Количество модулей увеличивается чуть ли не с каждым днем. Следовательно, цель этого фреймворка сделать разработку сайта проще, оптимизировать ее и, конечно же, облегчить жизнь как разработчика, так и заказчика. Для изучения этой замечательной CMS я рекомендую ознакомиться с книгой «Профессиональная разработка сайтов на Drupal 7» от официального сообщества. Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении CMS Drupal, ставьте лайки, подписывайтесь на канал LoftBlog, оставляйте свои комментарии под видео. С вами на связи был Андрей Савельев, спасибо за внимание и до встречи в новых видео. Продолжение следует...